Ты, наоборот, быстренько съел, готов. Жевать надо хорошо. Как говорят, пищеварение начинается во рту. Такие как у нас. На три стола у нас, считаю Стёпу, ни одной недоеденной. Поэтому все должны поступать одинаково в этом вопросе. Предположительно, что делает это умышленный человек, недоедает. Как это, я не могу здесь, две ложки уже не могу, то есть это уже каприз. Настаивать на своем. Так, ты почему дольше всех сидишь? Значит, прокрутилась? Значит, с кружкой будешь ходить до обеда. Вернешься, доешь, и до обеда будешь кружку носить в реке. Щамкова сидела. Значит, этой Ксении маленькой. Давай один глоток. Калму половина, прядика половина. Она не седает. Голову держит пьяно, что-то есть, пока больше. Не пойму. Да не болеет. Придумывали-то. Не болеет он ничего. Болеет? Так, здесь ему не встать. Вон, большая рука. Встать с этим. И повыше ростом. Вот, знаешь, вот сюда становись, твое место будет. Ребята, по росту найдите себе место, где будете стоять. Вот сюда, примерно здесь. Ну, определите один раз. Запомни, где ты будешь. Так, это поменьше маленько роста. Вот сюда, рядом с ним, становись здесь. Вот сюда вот. Так, сдайте туда дальше. А я где? Я где? Так, становись. Нет места? Нет. Ну, давай, вот, становись рядом. Это мы сделаем в две очереди, в новую очередь составим. Благодарим тебя, Христе Божий наш. Яко насытился на земных твоих благ, не лиши нас и небесного твоего царствия. Но яко посреди учеников твоих пришелось и спаси мир, дая им приди к нам, и спаси нас. Аминь. Аминь. Слава от святого Сына и святого Духу. И ныне и пресно, и во веки веки. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Благи свои. Воздай милость тебе всем заботящимся о нас, посылающим необходимое для плоти и для подкрепления души нашей. Да будет и день, и им благословения, прославления Твоего имени святого. Хвала Тебя, 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 Сын и Святой Дух. Аминь. Так. Я говорю, мой убор наден, он умолеет, потом поблагодарим. Стоять на месте. Шапки можете надеть. Так, кто вчера приехал, сюда выйдите. И кто сегодня вышел? Все. Большие, маленькие все сюда, кто приехал. Станьте. Будем знакомиться. Так, с посторонними у нас закон такой, разговаривать с детьми нельзя. Поэтому для вас детей нет, вы только разговаривайте с нами, с обслугой. Это наше правило, его строго соблюдаем мы. Да и нужды никакой нет, вы разъедете все, а дети научаются расхлябанно вести себя. Так, назовитесь. Кто вы, откуда, сколько лет, как звать? Андрей Рогащевский, Беларусь, Гродно, 45 лет. Слышали все? Больше вам это для знания. Что это нестосторонний человек, с которым мы переписывались. Я правильно говорю? Все, стойте пока и идите на место. Так? Струц Игорь, Гродно, Беларусь, годра, 45. Приехали на крещение, я понял, так? На крещение приехал. Тоже переписывались через интернет. Во славу Боже. Ну а вас представьте. Галендухин Владимир, учитель, 50 лет. Откуда? Город Реж. Екатеринбург. Екатеринбург. Проще Екатеринбурга. Так, ну а теперь будем спрашивать ребят. Сколько тебе лет, как звать фамилии, сколько классов кончил? Называй. Саша. А вы теперь. Скажите, Саша, Злой? Громче. Так. Саша, Кужинский, 3 класса окончил. Погромче, я бы попросил. 3 класса окончил. Сколько лет? 10. Значит, тебя не будут знать, ребята. Там можно разговаривать между собой все. Но. Вы. Ты их узнаешь между собой. Их не надо представлять. Так, успокойся. Понимаешь, ты вот совершенно дисциплину не знаешь. Тебя дергает все это. Нехорошо это. Стой спокойно. Если ты сейчас не научишься себя вести, призовут тебя в армию, так и надеются на инвалидность. Тебе будет очень тяжело. Понимаете, у нас законы одни, в Америке другие. Вот здесь он дебош устроил в самолете. Одного. Весь сказ. Чем строже, тем меньше нарушений. Люди знают. Играть нельзя. Поэтому приучись к порядку. Я тебе говорю, Максим. А у нас самосуд начинается. В армию не слушается. Его долбят. Заводят, убивают и в петлю. А теперь он сам повесился. Родителям мешки уже привезли. В гробу. Тебе, по-твоему, не будет. Это ты сегодня такой боевой, крутой. Тут обязательно найдутся такие, которые не очень хорошие христиане. Они тебе слезанут по зубам. У нас было такое. Я вот собой их накажу сразу. У нас нельзя этого делать. Так, остановись. Так, назови. Как тебя звать? Фамилия? Тимофеев Кирилл. Сколько лет? Восемь. А? Восемь. 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 Сколько классов кончил? Два. Два. Плохо слышал. Громче говори. Как говоришь? Тимофеев Кирилл. Тимофеев Кирилл. А что такое? Фамилия. Тимофеев Кирилл. 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 Фамилию он говорит. Ну вот видишь там. У нас Кирилл вон синий, который стоит. Два Кирилла. Ребята, подружитесь. Мы все. Вас никто не обидит. У нас жаловаться нельзя. Если он тебя обидел и обозвал, ты ему должен сказать. Пойдем к старшему. К воспитателю. А он не идет, тогда один приби, расскажи. Мы разберемся и поставим на место. Мы все время стараемся создать 100% защищенных ребенка. Чтобы никто не обзывался, не дрался. Потому что мы пришли сюда прославить Бога. Становись, Кирилл куда. Так? Алексей, я закончил 2 класса. Один век. Алексей, бать? Алексей. Вот Олешка. У нас где-то был один, кажется. Алексей. Ну где Алексей у нас? Или нету? Это Валентина в гости с маленьким Алексеем приходила. Что она говорит? Галина Александровна, повтори. Я говорю, это Валя Шадрина с маленьким Алексеем приходила в гости. Ага, правильно, вон где Олешка-то был. Да. Из Ховаровска, наша бывшая здесь насельница, вышла замуж, 4-месяч, и он принесла показать. Вот так. И у меня племянник здесь, Олеша тоже, помогает. Алексей. Ну так. Сколько классов кончил? Глав. Так, ты знаешь, главное, что проверено на кожное заболевание. Справки есть. Справки у нас есть. От родителей еще что-нибудь есть, там что отдали добровольно. Ты не своровал их. Есть. Ну больше нет, а то они еще наседают на нас. Есть. Я увидел уже. Остановись, Олеша. Как тебя звать? Тимофеев Максим. Тимофеев Максим, брат, родной брат. Твои родной брата? Да, вот они, двое родных братьев. Вот эти вот двое. Да, вот двое. А кто из них пятидесятничек? Вот они и есть, вот двое. Так, вот какое дело, ребята. Пятидесятники. У вас принято как молиться? Пурачку, да еще? Покажи, как руки складывать надо молиться. Ну, Марик, ты как-то вы руки складываете? Ну, как-то вот так, вот, или так. Ну, они поднимают руки вот так? Ну, когда поднимают, там где-то, но не всегда это в конце. Ну, обычно они вот так вот молятся. Как у вас принять это? Руки поднимают так поднимают? Ну, это в конце уже, когда будет. В конце и мы поднимаем. Ну, вот так они своими словами. Поэтому, как ты научен, но только стоять в храме будешь так, пятки вместе. Заметьте, ногами не дергать, вот так вот ногу не подгибать. Вы будете стоять как все. Рукой ты не приучен креститься, вот так вот. Не крестись, это твое дело. Но приглядывайся. У нас были такие ребята из разных там, из разных-разных, как говорится, течений, сект. А потом приезжают родители, а они крестятся, кланяются. Ой-ой-ой, ты совсем православный стал, смеются. А вот приглядывался, увидел, а почему? А я увидел, что это правильно, что люди крестятся. Это защита Божия. Поэтому вас никто не будет насиловать. Посмотри, как выломаются. Стой спокойно в строю. Максим, маленькое время пройдет, я с тобой займусь. Тебе нравится это делать, я тебе дам эту грязь. Зайдешь в лужу, и ты будешь растирать ее, брызгаться, упадешь, купаться. Но стирать будешь сам. Вот ребята у нас попались на сахаре. Сахар прокопали в мешке, дырочку-то. Ну, вырывали там где-то. Но я их наказал как? Каждому по стакану сахара. Но кроме сахара им ничего не будет. Хлеба досыта и чаю. Пока вот все не съедите за стол. Первое, второе, третье не съедите. Так они за один раз все слопали. Я даже не поверил. Съели все. Ну, один только не съел. У него силы не хватило. Это Павел приехал к нам, Егор звать его, из Канады привезли. Мы уже смотрели видео. Вы уже смотрели. Видите, да. Я бы мог сказать, что вас никто не обидит. Не могу сказать этого. Мы стремимся к этому. Без обольщения. У меня было такое. Наш брат Сергей Павлович, он называется кинолог, собак дрессирует. Ты как хотел вначале это назвать? Попробуй тронь. Я говорю, ты провоцируешь. Попробуй тронь. Или попробуй возьми. Я говорю, первый же полезен взять. И что ты будешь делать? Ты назови так, чтобы ни к чему не обязывало. Надо прямо охраняй. А это не означает охранить или нет. Это по желанию. И он так образовал общество, там сайт или я не знаю что. Ну собака чемпиона России это что-то говорит. Охраняй. И мой замечание, она охраняй, никто никогда не сделает. Охраняй. А кому он сказал охраняй? А может товарищу своему? Нет, я лучше отойду от такого. Команда дана. Как бы меня не захватили. Вы всегда думайте, что за словами идет. У Василия Великого был брат святой, а Григорий Низкий. И он говорит, слово имеет смысл такой, воплощение. Оно воплощается. Библия говорит, что слово мое не возвращается тщетным. Бог сказал, оно пришло на землю. И оно вернется, выполнив. И оно ходило, слово по земле и касалось неба. В премудрости Соломона говорится о страшном наказании первенцы, когда были. Вот у собаки семь щенков, который первый родился. Смерть. Вот, допустим, семья, рот закрывай. Двое родились, близняшки. Какая старшая? Смерть, которая старшая. Закон гласит. Закон от Бога был. И слово, говорит, ходило по земле и касалось неба. Страшно это. Нам Бог повелевает быть очень внимательными. Мы сейчас уйдем от Вас. Я с Вами не беседую. Завтра будет у нас беседа. Потому что Вы все знаете, слышали. У сектантов принято как? Он с тобой разговаривает первый раз. А ты знаешь, что ты грешник? Ну да. А ты знаешь, начинает. А вот Христос пришел. Он даже не знает, что я 53 года назад его веровал. Его не касается. Ему надо выписнуть. Это никакие. Верующий, если он тем более занимается миссионерством, он у Бога-то все выпрашивает. Я вот в жизни своей практически не спрашивал, какой вера. Ребенок дело другое. Как? Я поговорю. Вот встречается. Здравствуй, здорово. В городе. А я не знаю, кто он. Ну я начинаю помаленьку говорить. Что-то такое спрошу. И он рассказывает. Я вижу, что он не православный. Первое. Но кто не православный? Сегодня разные секты. Тот начинает говорить, вижу, это не Баптист. Он дальше идет. Ага, 50-ник. Я его не спросил, но уже определил. Теперь знаю, где они, чем занимаются. А тут, а какой ты веры? Ну я сказал, я родной брат Путина. Ну еще из этого. Ну, патриарх это мой племянник. Ну еще из этого. На деле-то сказать все можно. Как сегодня особенно. Ники, аватары. То есть появилась маленькая возможность лгать. Тебя проверять не будут. Столько покосников выползло. Никогда в мире. Никогда этого не было. Подряд. Какую-то фотографию вместо себя. То храм, то машину поставят. Ник. Что ник? Никакого значения нету. Аватар. Аватар. То есть ничего нету. Фальшь. Поняли? Ты всегда называй фамилия, имя, возраст, откуда, чего. Все. Слушаю. Что прикажут. Сейчас мы сейчас уходим. Когда мы уходим за стола, мы благодарим. Спаси Христос, повара мы накрывающим. Куда пошел? Один он. Иди сюда. Зачем ты вышел туда? Я прошу, зачем вышел, когда с тебя минуты нельзя выходить? Я это слышал. Ты зачем наливаешься? Ты идешь против закона, я тебя давить буду, как таракана. Просто идешь, я обязан смотреть с тобой. Ну, с каждым сядь, сиди где-то или стой. Зачем ты это делаешь? Ты человек или таракашка? Ну, только приехал, начинаешь бузить. Сядь, сиди. Или он, зайди туда, в зал. Да, если никого нет, одному не заходить. Ну, заметь, все ребята здесь, ты уже вывернулся. Так, сегодня, пока сыро, качаться нельзя. А встанец можно поедать? Нельзя. Сюда можно зайти, можно поиграть. Идите сюда, вовнутрь. Кирилл, присматривай. Да. Идите туда, там. Дождя, дед сегодня. Вступай сюда. Так, все. Что сейчас, Игорь Тихонович? А сапоги есть? Все, готово. Это я одену сейчас. Наденьте рабочую. Рабочую. Все, ждем. Сейчас машину сядем, поедем на наше озеро. Положи, сейчас положи, я заберу. Тут разберутся, Володя, куда, что определить. Попробуем эту келью. Келью. Попробуем. Попробуем эту келью.